Люди этой мужественной профессии – спасатели, постоянно в состоянии готовности. Они всегда обеспечивают безопасность кубанцев. При любых чрезвычайных ситуациях они готовы первыми оказаться там, где необходимо, и помочь нуждающимся. И поэтому День Кубанских Спасателей так важен для всех жителей нашего края. В необычной обстановке отметили свой профессиональный праздник «Кубанские спасатели». Торжественное мероприятие было проведено в Славянском сельхозтехникуме, одном из старейших на Кубани и единственном в крае, где студенты могут получить профессию спасателя. Эта профессия очень востребована, о чём говорит высокий конкурс при поступлении. Поступают сюда только самые лучшие, которые после обучения становятся отличными специалистами. И это ценят в Краснодарском крае. Защита в чрезвычайных ситуациях – эта специальность не так давно была открыта, ну, несколько лет назад буквально. И сегодня радует, что конкурс на неё очень высокий, доходит до семи человек на место. И мы, конечно, заинтересованы сегодня в том, чтобы именно вот в данном случае сегодня на базе проходит это мероприятие, на базе Славянского сельскохозяйственного техникума, который является социальным партнёром «Кубань спас». И вот не зря была выбрана именно эта площадка. И для нас очень важно, чтобы учреждение сегодня вело качественную подготовку кадров на современном оборудовании. Во дворе техникума была развернута выставка техники спасателей службы «Кубань спас». Квадрокоптер, снегоход, катер, автомобили, аварийно-спасательные и первой помощи, водолазное оборудование. Всё это было чрезвычайно интересно для славянских школьников, увидевших всё это разнообразие. В отряде в данный момент находится новейшая техника, как для работы на водной акватории, как для проведения аварийно-спасательных работ в горах, заснеженных территориях и так далее. Значит, поступление техники производится своевременно. Её обслуживают и работают на ней высококвалифицированные специалисты. Все имеют хорошее обучение. С техникой снаряжения себя зарекомендовали очень хорошо. Ребята внимательно слушали информацию от профессиональных спасателей. Многое из увиденного было для них в новинку. Сегодня посетили техникум и посмотрели его выставку, где увидели много принадлежностей, а также приспособлений для тушения пожаров, электричества и так далее. В техникуме было очень интересно и познавательно, особенно для тех, кто будет поступать в этот техникум. Со спасательной техникой познакомились и представители краевой и районной властей, прибывшие на праздничное мероприятие. Министр ГОЧС Краснодарского края Сергей Штриков и глава Славянского района Роман Синеговский, спасатели службы Кубань-Спас и учащиеся Славянского сельскохозяйственного техникума подготовили показательные выступления, чтобы продемонстрировать практические навыки при аварийно-спасательных работах. Сегодня вы увидите в процессе всех этих показательных выступлений, насколько слаженно будут работать наши студенты вместе с Кубань-Спасом. Сегодня Кубань-Спас одно из предприятий, которое сегодня идет нога в ногу с нами. То есть мы учимся у них, они учатся у нас, какие-то вопросы мы решаем совместно. И вот сегодняшнее мероприятие – это показатель того, насколько должны сегодня быть работодатели рядом со студентами. И когда наши студенты видят, как это все делается, это, конечно, здорово и замечательно. И мы сегодня очень тесно сотрудничаем с Славянским отделением Кубань-Спаса. Они, ребята, у нас участвуют, ну, спасатели в приеме, в комиссии в качестве экспертов при проведении демонстрационного экзамена. То есть они сразу имеют уникальную возможность выбрать достойного специалиста, выпускника нашего себе на работу. Настоящей изюминкой мероприятия стала демонстрация действий профессиональных спасателей-студентов, обучающихся по этой специальности, на тренировочной площадке во дворе техникума. Была отработана ситуация, когда при дорожно-транспортном происшествии повреждена цистерна, перевозящая химически опасные вещества. Спасатели с помощью специального оборудования осадили возникшее облако и ликвидировали утечку с помощью наложения пневматической подушки. Также была произведена эвакуация пострадавшего со второго этажа здания по веревочной наклонной переправе. Кроме того, используя альпинистское снаряжение, студенты навели навесную переправу и показали, как с ее помощью преодолевать водное препятствие. Вызвали интерес действия по спасению людей в завалах, на учебном скалолазном стенде и аварийно-спасательные работы в автомобиле, пострадавшим от дорожно-транспортного происшествия. В актовом зале техникума спасателей поздравил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков. Каждая нестатная ситуация требует от вас предельной слаженности действий, высокой квалификации, мужества и ответственности. Мы много раз на деле доказывали, что специалисты службы Кубаньспаса и специалисты министерства – это надежное плечо, на которое могут положиться все жители нашего края и гости нашего региона. В этот праздничный день я хочу поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд, преданность в профессии, пожелать благополучия, здоровья и удачи, ведь она вам очень сильно нужна. Глава Славянского района Роман Синеговский поблагодарил организаторов прекрасного мероприятия и спасателей за их труд и пожелал в связи с профессиональным праздником всего наилучшего. Приятно, что в техникуме есть специальности, вот молодые ребята учатся у своих старших товарищей. На площадке сегодняшнего мероприятия я слышал, мы поздравляли и спасателей из города Краснодара, из города Крымска, из города Тимрюка, из города Славянска на Кубани. То есть вы действительно всех объединили, за все вам большое спасибо. Нет ничего важнее жизни на земле. Хотел бы поздравить вас всех с праздником, пожелать, конечно же, крепкого здоровья, пожелать, конечно же, укреплению материально-технической базы. За достигнутые успехи в работе по спасению жизни людей и высокий профессионализм, почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены специалисты спасательной службы. Также за победу в открытом региональном чемпионате молодые профессионалы были отмечены студенты Славянского сельхозтехникума. В числе награжденных была и Виктория Шабурова. Мне очень приятно получить такую награду всей нашей команде. Мы очень старались и заслуженно получили это благодарственное письмо. Эта профессия под силу всем, но нужно думать о том, что мы рискуем своей жизнью, как парни, так и я, и я готова на это. Мне нравится работа в команде и то, что меня всегда в любой момент могут поддержать, и это сплоченность, дружба. Для собравшихся самодеятельные артисты техникума подготовили интересную концертную программу, где была и песня собственного сочинения о благородном труде спасателей. Причем причин, мы справимся с бедою, наш балк от горя, уберечь людей. Не знаю, сколько мы выполним работу, рискуя жизнью иногда своей. День и ночь, и мы службу несем, бой готовы мы ночью и днем. И на помощь мы быстро придем, пусть везет нас, дружище, по всем. Конечно, будущие спасатели и пожарные не забудут все добрые слова, которые были сказаны в их адрес в этот день. После получения диплома они смогут работать по специальности и проявить свои профессиональные навыки, мужество и стойкость. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Славянский район – один из богатейших на Кубани по своим рыбным запасам. Но для того, чтобы сохранить это богатство и приумножить его, нужно заботиться об охране водных биоресурсов, не допуская незаконного вылова. Более подробно об этом в нашем репортаже. В заседании Межведомственного координационного совета по природным ресурсам и охране окружающей среды под председательством главы Славянского района Романа Сенеговского приняли участие главы поселений, руководители федеральных краевых районных структур, занимающихся охраной водных биоресурсов на территории нашего муниципалитета. Роман Сенеговский сразу же обозначил большую важность обсуждаемой темы для жителей района. И нам нужно работать грамотно, потому что Межведомственная комиссия, которая есть, и планы у нас намечены определенные, она должна приносить определенные результаты. Сегодня предлагаю рассмотреть выполнение решения оперативного штаба по охране и контролю за пользой водными биоресурсами на территории Краснодарского края, подвести итоги. Заместитель главы района, начальник управления сельского хозяйства Александр Лысенков, доложил о том, как обеспечивается безопасность и стабилизируется ситуация в сфере воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов. В плане мероприятий есть охрана рыб, не рестящихся весной, и контроль в местах промышленного вылова рыбы на побережье Азовского моря. Проведено 1149 рейдовых мероприятий. В результате проведения данных мероприятий по охране водных биологических ресурсов и среды их обитания было составлено 92 материала об административных правонарушениях. Изъято 439 запрещенных для спортивного любительского рыболовства орудий лова. 144 сети, 295 красноломных ключев, 10 плав средств, а также 1869 килограмм водных биологических ресурсов было выпущено в естественную среду обитания. В целом предотвращен ущерб на 5 миллионов 115 тысяч рублей. Благодаря активности в проведении мероприятий в 2020 году отмечено снижение введения незаконной промысловой деятельности в акватории Азовского моря. Свою роль сыграла и разъяснительная работа о способах, периодах и местах, запрещенных для любительского и спортивного рыболовства. Основные задачи это, конечно же, не снижать темпы работы по охране и контролю за использованием водными биоресурсами, оборотом продукции из рыбы и морепродуктов на территории района. С начала нерестного периода с 1 марта по 31 мая необходимо обеспечить беспрепятственный проход в диких производителей рыб из Азовского моря к местам нереста. Обеспечить ежедекарное проведение заседаний совета по вопросу охраны биологических ресурсов в срок до 31 мая текущего года. Начальник управления по торговле и защите прав потребителей Славянского района Иван Сергеенко рассказал о том, как ведется противодействие незаконной торговли водными биоресурсами в непредусмотренных для этого местах. В отчетном году, по нашему мнению, был намечен спад мелкородичной торговли в неустановленных местах. В первую очередь, такие факты у нас выявляются либо на улицах, в населенных пунктах, либо вдоль автомобильных дорог в направлении Кутера-Борняковского, а также в районе Коржевского сельского поселения. В отчетном году составлено 6 протоколов, вынесенные штрафы на общую сумму 18 тысяч рублей. Административными комиссиями поселений проводится работа по взысканию неутлаченных штрафов. Кроме того, речь шла о проблеме наполняемости лиманов водой и о борьбе с шакалами, которые появляются вблизи населенных пунктов. В ходе заседания Межведомственного координационного совета глава Славянского района отметил, что главное – это эффективность мероприятий, чтобы они проводились не для галочки и давали конкретный результат. И для этого нужно действовать слаженно и сообща, добиваясь неотвратимости и ответственности тех, кто занимается незаконным выловом биоресурсов. Это в наших общих интересах. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа События.